Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Его называют самым военным актером российского кино. У нас в гостях Борис Галкин. Здравствуйте, Борис Сергеевич. Здравствуйте. Вы в одном из интервью сказали, что вам неинтересно было преподавать, ну, дикторов обучать мастерство, потому что они все пустые. Ну, не совсем. Я бы не сказал, ребенок или абитуриент не может быть пустым. Дело тут не в этом. Во-первых, мне было трудно, потому что, как я выяснил, факультет, где, значит, я должен был преподавать, назывался технология речевых коммуникаций. Я попросил это объяснить мне, что это значит, или познакомить меня с автором этого высказывания. Такого не нашлось. Поэтому, в первую очередь, у меня возникла конфликтная ситуация с методиками, по которым надо было бы преподавать. Что касается детей, молодых людей, которые пришли, к сожалению, они не то чтобы были пустыми, они не были наполнены впечатлениями от жизни, от прочитанных книжек, от увиденного кино, спектакля. Вот в этом смысле было трудно. А если воображение и память, и впечатление от жизни, от увиденного отсутствуют, то очень трудно работать и что-то такое преподать студенту в дальнейшем. Я же должен отталкиваться от интереса ученика, что ему, собственно говоря, интересно, потому что именно в этом источник его дарования, его индивидуальности. Если этого нет, значит, его воображение молчит. Очень трудно. Ну а как же? Бывают очень талантливые дети, которые играют. Смотришь, очень естественно, играют и подростки, и совсем маленькие. Может быть, это не в опыте дело, а просто какой-то дар нужен? Ну, талант, что называется? Ну, безусловно. Я не могу сказать, что все они были не одаренными. Они были одаренными, но в недостаточной степени для того, чтобы заняться этой работой. Вот я сейчас вспоминаю студентку Наталью Николаевну. Я не помню фамилию, но я ее почему-то называл Натальей Николаевной. И ей это нравилось, и всем студентам это тоже нравилось. Так вот, два года она ничего не могла родить такого впечатляющего, чтобы нам это, чтобы чем-то поразить, удивить. Два года, а потом вдруг вот эта плотина прорвалась. Она потрясающе читала монолог Настасьи Филипповны из «Идиота». Просто потрясающе. И это случилось внезапно совершенно. Как будто шлюз некий открылся у нее, и все сразу потекло с толком, с расстановкой, с природой чувств. Может быть, просто материал зашел? Может быть, просто до Достоевского до этого руки не доходили? Ну, так материал-то надо делать своим. Это нужно становиться Федором Михайловичем для того, чтобы сыграть. Так вот, в Царстве Небесное Яковлев говорил, играя «Идиот». Который? А, ну да, да. Ну, первый фильм. Да, да, да. И он это все так впитал в свое сердце и в свое воображение. Так принял этот материал, что вторую часть он отказался играть. И он же. Да, ему было тяжело. Вот это уровень. Вот поэтому это и потрясает по сей день, когда смотришь. Это потрясающее погружение в материал, в характер, в тему. Это высочайший уровень. Есть интересные молодые актеры, актрисы сейчас у нас? Есть. Вернее, я играю в театре Губернском, вернее, я играю Остафьеву, Виктора Петровича Остафьева, самого писателя. Хотя этот спектакль сделан по повести, но, скорее всего, это роман все-таки, хотя Остафьев называл его повестью. Веселый солдат. И главным действующим лицом там является молодой Остафьев. Остафьев времен довоенных, военного времени и частично послевоенного времени. Самые трудные времена жизни нашего государства. И, может быть, самые счастливые, как Остафьев говорил, это его деревенского детства. То, что он вспоминал с радостью. И то, что впоследствии было утрачено. И он скорбел по этому поводу очень сильно. И вот в этот материал ввели пожилого Остафьева. Я его играю. Я переезжаю туда в то время, я нахожусь среди действующих лиц. И все это по задумке, слава богу, интересно. Так вот, на сцене очень талантливые артисты. Илья Малаков, который играет молодого Остафьева, очень талантливый. Просто с замечательным воображением, с каким-то особым подходом к материалу. Всегда оригинальнее что-то такое придумывает. И он немало играет ролей в театре, в губернском. И труженик, что самое главное. Вот такой неутомимый. Сейчас молодежь идет в профессию по тем же резонам, по которым вы в свое время шли. То есть это что прежде всего? Ну, самовыразиться и слава? Что еще? Ну, мне трудно как-то говорить за молодежь, о молодежи. А вы о себе. Вы-то пошли. В 13 лет вы выбор сделали фактически. Да, даже раньше. Даже раньше. В 13 уже. В 3-4 года, я помню, меня ставили на табуретку. Я уже что-то такое читал нашим гостям, маминам, папинам гостям. Уже тогда, в восьмом классе, замечательный педагог по литературе Синаида Абрамовна. Она заканчивается урок по литературе. Остается пять минут. Она об этом говорит. Ну, вот, дорогие дети, у нас осталось несколько минут. А сейчас Боря Галкин нам что-нибудь почитает. И я, значит, там вставал рядом с учительским столом и что-то читал из поэзии. Это были поэты, павшие во время войны. Это был Пушкин, Есенин, Лермонтов. Современные поэты. Это был Вознесенский, Рождественский, Евтушенко. Вот. И уже тогда. Что же касается молодых людей. Вот, вы знаете, я был на выпуск... Нет, это был смотр такой, значит, наших студентов в театральном училище имени Щукина. Так вот, я, кстати сказать, увидел, что не славы ради и не самолюбование для, а не на сцене. Они до такой степени были интересны, привлекательны. С таким острым замечанием так вот они свидетельствовали. Там потрясающий был номер, как кошки разговаривают между собой, как они ведут себя. Кот и кошка, значит, как это. Ну, что-то такое невероятное. Потом кот и кот. Это, ну, по пластике это просто феноменально. А потом, как две восточные, сейчас вот из того, что я вспоминаю, как две восточные женщины пришли в кафе. Как вот они ведут себя, как скрывают лицо, как осматриваются вокруг и так дальше. То есть, вот там не произнесено ни одного слова, но это вырванный кусок из жизни. Это подмечено до такой степени достоверно. Значит, это абсолютная вера в предлагаемое обстоятельство. Это абсолютно то, что называется истинно актерским мастерством, искусством. Они это все очень вкусно делают. Вот такое погружение. Так что я был просто восхищен многими номерами. А что касается меня, то в юности я шел, конечно, потому что вот этот огонь поэзии во мне уже трепетал там. Я уже без этого жить не мог. А когда вы сочинять стали музыку? Вы ведь и композитор, еще ко всему прочему. В любом стихотворении заложена музыка. Это невольно ее слышишь. Она стучится к тебе. Вот это не значит, что я хочу как-то себе цену набить, что вот смотрите какой он. Но на самом деле вы почитаете поэзии, остановитесь, почувствуете темпо ритм. И вы услышите, как в вас просто рождается мелодия. Потом я, вот особенно это было в студенческие годы, часто приходилось ехать, ездить в метро. И вот когда едешь в электричке, то там всякие звуки такие. Ну, ритмичный перестук колес, там свистят или пищат эти тормоза, нечто такое. И я невольно, я слушаясь вот в эти звуки, у меня начинало что-то такое рождаться. И я там невольно себя ловил до того, потому что стою и пою. Говорит, молодой человек меня там заедет. А, да, извините. Невольно, невольно это. Так что это довольно давно. Первые строчки были написаны, наверное, где-то лет в 13-14. И я стихов не помню, но помню, что я в другом стихотворении написал «Спасибо, спасибо, первый стук колес, в ночи летящие электрички тогда рождались через крики стихи, но ветер их унес». Вот забыл. Но вот ощущение это, летела электричка, моя возлюбленная Ирина Кудрявцева уезжала в другой город. Я понимал, что это разлука навсегда. Я бежал за этой электричкой, и какие-то там строчки из меня уже выкрикивались ей вдогонку вслед. А что, будучи студентом, вы слушали? У нас замечательным источником наших посвящений, таких вот в поэзию и в музыку, был Царствие Небесное Саша Кайдановский. Да, и я вот бывал у него в доме, мы слушали Чайковского с ним, он любил все его концерты. Я с ним слушал Рахманинова у него же в доме, потому что он жил, всегда он снимал одну комнату, большую, в центре, там недалеко от Арбата, на первом этаже, там 4,5 метра потолки такие высоченные. Вот, и все у него было очень диковинное такое у Александра. Потом он дружил со скульпторами, с художниками. Вот это была какая-то такая еще параллельно другая творческая жизнь. Все-таки слушать, допустим, так автономно, с каким-то внутренним погружением в общежитие было сложновато. Мы жили там, общага бурлила нешуточно. Хотя особой страницей нашей жизни в общежитии – это были песни Леонида Филатова и Владимира Качина, «Царствие небесное». И были такие импровизированные концерты, потому как вся общага знала, что эти песни пишутся. И собирались, мы, по-моему, жили на третьем этаже, 49-я комната у нас была. И там большая кухня. Там очень хорошо устраивался звук с дополнением, с легким эхо, с такой реверберацией. И Володя Качан представлял песню. Битком набивалась кухня, и еще в коридоре стояли. Ну вот это такая музыка была. А так ни радио, ни телевидение в общаге не было, чтобы что-то такое слушать. Магнитофон был, правда, да. Ну, Высоцкий был, Высоцкого слушали, это я помню. Но такой, скажем, классику, вот в классике меня приручил Саша Кайдановский. А вот то, что Ваша жена по жанру делает, это близко к авторской песне? Как Вы считаете? Это может быть названа и авторская песня в том числе. На самом деле у нее, я могу сказать, обширный репертуар. Она блистательно справляется, допустим, с испанскими песнями, с французским шансоном. В языке оригинала она оригинала? Вчера, кстати, она пела испанскую песню, и там оказался преподаватель испанского языка. Он аж вскочил с кресла в радость и просто говорит, о-о-о, какое произношение! Вот он там с восторгом. Французский шансон, итальянские песни она поет. Тоже припоминаю, как итальянцы услышали ее песню тоже. Ну, итальянцы, ясное дело, они всегда преувеличивают свои чувства. Но в том случае, я так полагаю, что они были абсолютно искренними. У нее есть обширный материал, как она сама это называет, благородные эстрады. Вот. Интересное. Да, то, что она очень любит. Она любит Анну Герман. И многие песни она поет из ее репертуара. Она знает лучшие песни Аллы Пугачевой. Так что со вкусом у нее все очень хорошо у Инны. Идет какой-то такой серьезный отбор. И она очень много работает. Вот она одну песню может, ну, в течение трех часов, она может проходить буквально по нюансам каким-то. Она вот по таким маленьким ступенечкам поднимается вверх по исполнению. И публика, которая вот два года мы не выступали в Москве, вчера публика пришла, так вот пришли ее. Там половина зала была, наверное, это ее почитатели. Хотя, вот, пауза была такая значительная. Мы фамилию даже не озвучили. Инна Разумихина. Да, потому что другие все знают, кто Бориса Галкина, жена. Инна Разумихина. И вот я понимаю, что у нее есть своя публика. Потому что ее талант сильный, но некрикливый. Понятно. Я почему про авторскую песню вы подачу сделали, когда Высоцкого Владимира Семеновича упомянули? Потому что считается, что сейчас на смену вот Бардам с советской эпохи пришли рэперы. Вы что-нибудь про рэп думаете и знаете? Честно говоря, это не мое искусство. Я понимаю, что в этом есть особая характеристика времени, что время у нас стремительно, что время спрессовано, что все в невероятном темпо-ритме отсюда, так сказать, рождение естественных, вот этих темпо-рифмованных музыкальных акцентов. Я не могу называть это музыкой. Я ничего против этого не имею, только это не мое. А вот этот темп современный, он как-то сказывается на языке кино нынешнего? Конечно. Или все-таки нынешнее кино можно сравнивать с кино советской эпохи, скажем? Я не знаю, советской, не советской, французской, итальянской, украинской, японской. Тогда, когда это талантливо. Здесь нет ни времени, ни особо социального влияния. Рождаются произведения как-то независимо от всего. И мне кажется, что именно в этом сила творчества. Потому что, допустим, в советские времена лучшие произведения были не во славу советского отечества, а как-то даже вопреки. Кинзадза, например. Раз. Вот какая мудрая картина, и сколько в ней нюансов, и сколько в ней открытия. И неожиданная какая, никто же ведь не ожидал, а она вон какая-то, сколько там смыслов заложено человеческих. Вот. И так можно про любую картину сказать. Или там американский режиссер Оливер Стоун, мой любимый просто. Понимаете, когда он снял взвод. Это же, это картины на все времена. И это было до такой степени вопреки всем американским установкам и политическим всяким там интересам и прочее. Но он самостоятельная творческая единица, мыслящий масштабно, по-человечески, невзирающий на какие-то там ограничения. Поэтому такая творческая мощь в нем. Вот. Но, а что же касается сегодняшнего времени, то есть просто самое главное, наверное, что хотелось бы увидеть в фильмах. Это тогда, когда это сделано, когда вот, знаете, не могу не писать, не могу не высказаться. Когда это как-то так требовательно, это так необходимо. Сценаристу, режиссеру, вот всей команде. Это мы знаем, что мы делаем. За этим скрывается вот такая мощь, такое горение, такая пульсация наших сердец, что мы должны обязательно с этим поделиться. Вот когда такой источник пожара творческого, то, как правило, наверное, получаются картины. Но, к сожалению, сейчас это частенько по такому трафарету. Вы меня не удивили, когда Оливера Стоуну упомянули, потому что это потрясающее военное кино. А вас называют, кстати, самым военным актером вообще нашим. Это потому что вам предлагали себе эти роли? Или вы сами выбор делали на вот этом кино, когда людей в погонах надо было играть? Началось все с младшего лейтенанта Лукина в фильме «Возмездие. Солдатами не рождаются» по режиссер Столпер. Маленький эпизод. Ну вот оттуда и пошло потом уже. Хотя у меня в послужном списке не только фильмы о войне или об офицерах, о службе в армии. Разные работы есть. Есть вот, как вы говорите, там доброе кино. Вот есть доброе кино замечательный гражданин Лешка, который очень любила публика. Я это знаю, я с этой картиной ездил. И там я лесоруб такой вот парень. Вот. Очень люблю эту картину. Есть картина еще, называется «Матвеева радость». Режиссер Ирина Поплавская, там я играю тоже главную роль. Это замечательный писатель. Борис Шергин написал эту историю. Ну вот судьба человека, который пережил все трудности, значит, дореволюционные, революционные, остался человеком. А самое главное, смог заниматься своим делом. Он помор. Он, так сказать, мечтал о своем корабле, о том, чтобы ходить в море. И вот, наконец-то, все это его мечта сбылась. Очень люблю эту картину. Так что не только. А есть работы, про которые вы сожалеете, что согласились? Нет. То есть, все удачно у вас? Иначе я бы не... Нет, я не могу сказать. Никогда же неизвестно, как получится. Я не могу сказать, что все удачно, потому что до конца предположить, удачно это будет, успешно это будет или нет, невозможно. Это на то, оно и кино, и именно в этом заключается некая тайна кинематографа. Вот у меня есть фильм, который называется «22 июня» ровно в 4 часа по сценарию Вадима Трунина. Это был последний фильм «Госзаказ» и последний фильм сценариста Вадима Трунина. Это незадолго до его смерти было написано им. Так вот, самым счастливым моментом в моей жизни, что касается кинематографа, было то, что я писал режиссерский сценарий два месяца. Один в Репино, выходя на Финский залив, погуляю-погуляю, потом раз за стол и пишу режиссерский сценарий. Неспешно, внимательно, все вот прочитывая в воображении от начала до конца, как должно быть. Это самое счастливое время. Я увидел все кино от первой фразы до последней в режиссерском сценарии. Потом, тогда, когда я снимал, я практически не отходил от режиссерского сценария. Все было снято по сценарию. Единственное, было два момента, которые мне подарила сама природа. Это невероятный ветер, который ломал буквально деревья, а мы ехали на съемки. И мы приезжаем мимо храма, и я вижу там вот амбарный замок на двери храма. И вот так вот гуляют прямо деревья. И я быстро, я говорю, актриса, с которой мы ехали, я говорю, быстро, туда, пока такой ветер, на колени, молись перед этим вот амбарным замком. И вот это вот сняли. Этого не было в сценарии. Но я понимал, что это должно быть там. А потом еще один кадр. Мы проезжали, это была весна, ранняя весна, и под Петербургом. И там потрясающий паводок был. Вода. По первому плану. Это по цвету такая темно-зеленая зелень, темно-зеленого цвета. Потом дальше она перетекала в светло-зеленую, потом в бирюзовую. И вот это все с такими пятнышками, в которых играло воды, в которых играло солнце. И так до горизонта. Это что-то было невероятное. Я вот сейчас вспоминаю, у меня мороз по коже бежит от этого восторга. Я понимал, что этот кадр должен быть какой-то небесной красоты, которая так вот раз весной опустилась под Петербургом. Значит, меня обманули операторы. Я говорю, давайте быстро снимем панорамку. Они взяли камеру, взяли, все поставили, только пленки у них не было. Однако. Это потому что им пленку привезли на площадку туда, где они ехали с камерой без пленки. Но сделали вид, что они это сняли. А почему? Значит, боялись. Значит, вы такой режиссер-тиран. Да, конечно, я был требован. А потом я не нахожу этого материала. Где, что, все. А уже съемочный период закончат. И я так и не нашел этого кадра. А потом мне уже там доложили, что, говорит, Галкин, тебя обманули. А режиссерская практика, она не убивает разве актера? Ведь актер должен подчиняться. Можно я сразу отвечу? Когда есть чему подчиняться, вопросов нет. Есть режиссеры, с которыми вам хотелось бы поработать, но... С Оливером Стоуном. С Оливером Стоуном не довелось пока. Нет. Когда я... Понимаете, вот я понимаю, что он хочет, что он делает. Вот я это понимаю. Хотя вот его кино, я забываю о том, что я актер, что я режиссер. Я публика, я зритель. Я сразу так раз и все. И меня повели по всем его там путям. А потом уже в конечном счете я отдаю должное этой титанической работе. Есть режиссеры, но я не буду их называть, потому что я не знаю, это получится, что я как-то это тоскую по несостоявшемуся. Ну, а что такого-то? Почему мне не сказать, если вы... Ну, Константин Ходяков, я очень люблю Костю Ходякова, который снимал «Успех» с Леонидом Филатовым. И первая картина, у которой я снялся, я вот видел, я понимал, что хочет... Вот он, режиссер настоящий. Это Володя Хатиненко, с которым много, в общем-то, было сделано. И первая картина, дебютная Володя Хатиненко, «Голос дракона в бездомном море», где я играл Хабарова. Мне до сих пор так... Она такая... Меня... Часто я вспоминаю об этом. Очень интересная работа была. Очень бы хотел сняться в какой-то работе, в какой-то роли у Никиты Михалкова. Я понимаю, что у него, конечно, мастерская серьезная, актерская. Ну, достаточно вспомнить его работы там «12», вот где потрясающие актерские работы. И к этому он относится с таким высоким отчетом, с высоким профессионализмом. Ну, там уже... А жена у вас снималась в кино? Она снималась в фильме о Эдит Пяф и пела ее песни. Это был такой телевизионный проект. Это очень сложно, ведь у него очень специфический темп про Эдит Пяф. Да. Но она не подражала. Это «о» певице было. Это... В этом фильме Разумихина была Разумихиной. Но пела, но вот то, что ей удается взять высокую ноту и буквально выложить всю душу в такой трепетной страсти голоса, как это у Эдит Пяф, ей это удается. Ну, я не буду сравнивать, что вот да, это то же самое. Наверное, это не то же самое, но это на той волне. Это вот в той тональности, это в той степени, как и у Эдит Пяф. Я вот когда вы Никиту Сергеевичу упомянули, я вспомнил, что он неоднократно работал там с своими родственниками, ну, с дочками же какими-нибудь. Вы могли бы работать в качестве режиссера с кем-то, с женой там или там с Марией, я не знаю, вот с кем-то? Это очень трудно. У нас был такой проект, он назывался «Тембры времени», который, кстати, Инна сама предложила. И там были артисты, которые в свое время работали в театре Елены Камбуровой. И каждый из них талантлив, невероятно индивидуален, поющие, замечательные просто. Их было, по-моему, 12. И вот 12 номеров мы делали. Но надо было «Тембры времени» выложить так, во-первых, подобрать репертуар, что должны были петь артисты. Каждый, по-моему, пел. Ну, кто-то пел одну вещь, кто-то пел по две вещи. И я это все решал выложить смыслово, чтобы это действительно был отклик, отклик времени, чтобы вот люди почувствовали, что да. Вот сегодня эта тема звучит, эта тема волнует нас, она живет среди нас. Обратите на нее внимание, благодаря песне. Все очень талантливые. И тогда, когда мы закончили этот проект, то один из актеров сказал, говорит, вот вы обратите внимание, вот как Галкин работал. Вот он даже Разумихину ни разу не убил. Вот это, потому что это очень трудно. И на требовательное, она в ней свой какой-то там режиссерский огонь горит. Ну вот, бывает трудно. Не могу не вспомнить, конечно, о Владиславе Галкине, о вашем сыне. В нем были режиссерские прихваты? То есть ему хотелось бы заниматься этим? Вот возвращаясь к вашей мысли, не мешает ли режиссеру актерству? Ну, на самом деле, актер отчасти режиссер своего отрезка творческого периода в съемках. Это его режиссура. Он должен роль срежиссировать себе внутри жизни персонажа, что с ним происходит. Он должен это все помнить и знать. Не то, что скажет тебе режиссер громче, тише, быстрее, медленнее. А почему ты делаешь то или другое? Какова твоя реакция здесь? Ты это должен все продумать. Другой вопрос, что в согласии с режиссером вы должны решить, так это или нет. А режиссер должен поправить, если это не так, если это его не устраивает. Но изначально актер должен сложить эту роль. Как в несостоявшемся спектакле Сергей Безруков мне как-то сказал, на третьей репетиции была, он говорит, так, ну вот, а теперь готовьте роль, сказал Сергей Безруков. И то ли он на съемки уехал, то ли он был где-то занят. Теперь готовьте роль. Я не был готов готовить роль, потому что многие моменты мы как раз, что касается материала, не обсудили с ним. Готовить роль – это не значит выучить текст. Так вот, что касается Владислава, я абсолютно точно знаю, что его тоже творческая сила была в том, что он глубоко нырял материал. Ему это было всегда очень... И особенно это проявилось в фильме «Абориген». Вот у Николаева, Елены Николаева, режиссер. Вот он там играет 14-летнего подростка. И аборигена, мальчишки, мальчишка, ну, драматическая история, он гибнет в финале картины. И там, в общем, преступники появляются на его пути. А он доверчив, он непосредственный. Вот, пожалуйста, его взгляд на этот персонаж. Когда мы с ним немножко эту историю обсуждали, я говорю, ты не забудь, этот парень иногда смотрит на небо. Это... Вот вы заметите, что люди, живущие на периферии, они более философски настроены и более лиричны, нежели чем так, вот в плотных городских обстоятельствах. Едущие на лодочке по бескрайним водным просторам и смотрящие на то, как отражается в воде небо... И вот этим он отличается от всех преступников мира, понимаете? Я говорю, ты не забудь о том. Принципиально Влад этого не сделал на протяжении всей картины. Почему? Вы не были авторитетом? Вот нет. Потому что он так считал нужным, то, что этот человек живет вот в какой-то... Ну, не в вертикальной природе своих размышлений, а вот в горизонтальной. Вот так. Вот так вот. Но это измерение, которое, не знаю, может быть, это приходит с годами, может быть, его тогда, его принципиальность и то, что он считает нужным, для него было важнее. Ему было 14 лет. Это такой возраст трудный. Самый трудный возраст. 14 лет, это он уже 4 года был как с вами. То есть как уже был вашим сыном. Да, да, да. Вот. И даже больше. Ну вот. И это... Он, конечно, необычайно талантливый. Просто необычайно. И когда вот Михаил Пташук остановил меня в коридоре, кстати, это было на Довженко. А, нет, прошу прощения, это было на Мосфильме. На Мосфильме мы встретились. И он говорит, хочу попробовать Владислава на роль Таманцева. Вот. В августе 44-го. Я говорю, Миша, я говорю, дело в том, что Влад материал знает лучше тебя. Он говорит, что? Я говорю, вот поверь мне. Мы до этого обсуждали книжку и читали ее уже три раза. С Владом. И когда уже потом мы еще раз, слава Богу, встретились с Михаилом, он говорит, ты был прав. Так что, конечно, эти задатки были в нем. Это понятно. И к какой-то работе своей, вот режиссерской работе, я понимаю, как бы серьезно он к этому относился. Я понимаю. Это было бы очень-очень серьезно. Тем более, что у него одним из самых любимых занятий было это смотреть фильмы. Фильмы зарубежных режиссеров. И он знал их очень хорошо. И этим мне он очень напомнил Леню Филатова. «Царствие небесное». Да. Мы с Леней Филатом, наше любимое занятие было ходить в кинотеатр повторного фильма и в «Иллюзион», где мы смотрели все фильмы до и после. То, что было там во всем мире снято. И наши старые картины. И в этом отношении Лене был, конечно, ну, просто энциклопедия кинематографическая. Он знал и артистов, знал режиссеров, знал, почему этот фильм снимался, что там было вокруг этого. Это был его такой вот живой интерес. Без, ну, конечно, он не был кинокритиком. Это была, в нем была такая потребность человеческая. И вот у Влада тоже была такая творческо-человеческая потребность. А с женой вы кино обсуждаете? То кино, не вашу работу, я имею в виду, а вот вы же смотрите какие-то фильмы. Вот смотрите, у нас недавно посмотрели фильм, на меня что произвело сильное впечатление «Ласточки Христова». В кинотеатре «Октябрь» была премьера, документальный фильм. Это сняли о том, как, значит, вся Сербия поднялась на защиту православных церквей, которые должны были там. Ну, в общем. И это так потрясающе сделано, потому что там нет ни одного фальшивого кадра. Там нету кадра ради кадра. Там все наполнено таким жизненным смыслом, такой человеческой отвагой, такой чистотой и верой, такой невероятно проникновенной любовью к жизни, к миру. Таких фильмов не было, я даже не знаю, даже в советские времена. Чтобы документальный фильм шел на большом экране в октябре или в России, полный зал, вы можете себе представить. Вот этот фильм мы обсуждали, сын. Да, на нас это произвело сильное впечатление. Когда про церковь сказали, я понял, что надо артефакту, который вы принесли в студию, нам поговорить. Это подарок, так что послушаем благове. этот колокол мне подарил Иван Данилов. Гениальный звонарь, Архангел-Огородец. Он довольно уже давно, сейчас я точно не припомню, но еще в прошлом веке он умер. Еще до 2000-го года. Его уже не стало с нами. И этот колокол со мной, потому что вот он сказал, говорит, это настоящий колокол. Видите, какой живой звук. А Ваня звонил на девяти колоколах один. Это что-то было феноменальное. У меня есть песня колокола. Так вот, я когда поднимался к нему на колокольню, он играл на девяти колоколах, а я играл на гитаре, развернувшись так полубоком, чтобы колокольный звон не входил в корпус гитары. Потому что этот звук он мог разорвать просто от того, что это такая мощь там была. Вот я, значит, на гитаре колокола, а он на колоколах. А как вы познакомились? Он снимался в фильме Матвеева «Радость», вот о котором я упоминал. И там есть фрагмент в этом фильме, есть фрагмент как Ваня играет на колоколах. И мы очень сильно подружились. То есть то, что называется Камья, он играл самого себя? Самого себя, да. Это такой эпизод там был. Но это завораживающее впечатление, как он звонил. Это что-то такое потрясающее. И вот жена его преподаватель музыки. И, значит, Иван считал себя композитором. Что значит считал себя? Считал, потому что он еще придумывал колокольные звоны. Он, можно сказать, писал колокольную музыку. Не зная нотного стана. Значит, жена говорит, Ваня, ну, какой ты композитор? Ты бы хотя бы выучил нотный стан. Хотя бы гамму бы ты хотя бы знал. А Ваня говорил так, он около, потому что северянин, архангел угородец. Так бороденку свою так погладит, говорит, Оленька, в твоем-то стане семь нот, а у меня четыре сто. И на самом деле он слышал эти оттенки в зависимости высокое давление, низкое давление, пасмурно, солнечно. Это все влияло на звук колокола, и он в этом абсолютно разбирался. А вот это искусство, оно воспроизводится, или его надо передавать как ремесло, обучать? Ну, в первую очередь, конечно, обучать, как ремесло, но здесь еще один есть нюанс немаловажный. Вот священнослужители говорят, что музыку на колокола писать нельзя, потому что колокол это традиционный инструмент для ведения всякого рода служб. Это в колокол звонят, как на батный звон, это в колокол, как в благовещение звонят, и на всякой заутренней, все разные колокольные звоны. И они традиционны. И они такими должны оставаться. Вот так считают священнослужители. Ваня это нарушал, потому что он был дерзким, конечно. но здесь ему не откажешь в том, что это как сказать, это не от него зависело, это зависело от колокольного звона. Колокольные звоны его просто хватали и вели, и он уже просто он жил в них, и чудеса творил просто на самом деле. Мало кто умеет на девяти колоколах одновременно. Для меня вообще это все ТРН Вы знаете, у нас традиция есть заканчивать передачу подсказыванием пожелания нашей золотой рыбки. Вот дядя Володя ждет вашего пожелания. В отличие от сказки мы будем заказывать одно, загадывать одно желание? Да. Одно. Второй, в следующий раз, когда вы придете, сегодня одно. В голос? Да, конечно. Рыбка золотая, исполни надежду мою желание, чтобы дочь моя жила в богатой радостями России. Спасибо. Очень необычно, патриотично и душевно. Как, в общем, вся беседа. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо.